сегодня тема нашей лекции бауэр бауэр это пакетный менеджер для браузерных плагин начнем с того для чего нам нужен бауэр как вы обычно работаете на ваших проектах если у вас там нету бауэра если вам понадобился какой-то плагин например jQuery например Chosen, Masonry, Moment, JS что вы обычно делаете скорее всего вы идете если у этого плагина есть какая-то гитхаб страничка идете туда и скачиваете архив или планируете его потом если вы скачали архив вы должны его переместить в ваш проект и в этом распаковать вот у вас есть плагин это обычная последовательность действий но она понятное дело очень неудобная и неправильная хотя бы в том смысле что если надо будет что-то обновить это будет очень долго и сложно особенно если вы обновляете например select 2 а ему внезапно нужен более новый jQuery вам нужно лезть и получать более новый jQuery в итоге у вас валится еще какой-то плагин который опирается на старый jQuery в общем вы наверное знаете такая беда бывает постоянно вот но в других языках обычно есть пакетные менеджеры которые все эти dependencies решают и разруливают да то есть там в PHP это Composer в Ruby Rvm да то есть там в Python это Pip для фронт-энда эта проблема стояла довольно таки давно и остро вот и последние несколько лет были различные попытки ее решить в итоге победил сильнейший я бы сказала что самое распространенное решение на данный момент это Bower инструмент который выпустил Twitter то есть это от тех же людей которые например сделали bootstrap ну примерно тех же людей от той же компании и Bower на данный момент является самым популярным решением для пакетных менеджеров для фронт-энда так значит что нам Bower позволяет делать если говорить в целом то Bower если говорить грубо то можно было бы Bower заменить на какой-нибудь скрипте который просто лезет в определенный GitHub репозиторий его качает распаковывает ваш проект и часто то что Bower не нравилось поначалу это его такая простота то есть казалось бы любой скрипт который не так уж сложно написать будет это делать но Bower хоть и простой но как у них есть ихний лозунг less is more то есть они хотят эту простоту сделать своим большим плюсом значит что Bower может делать Bower может запас скачать нужный вам плагин и поместить в папку в вашем проекте это раз и два Bower позволяет вам с легкостью либо же апгрейдить плагины либо обратно даунгрейдить то есть если вы скачали что-то слишком новое и оно полетело вы легко можете откатиться на предыдущую версию или же с легкостью сделать Bower апдейт и запас сеть библиотеку это значит примерно по тому что такое Bower и для чего он нужен теперь немножко пойдем в сторону как он работает работает он очень похоже на command line интерфейс такой же как у NPM что мы обсуждали на предыдущих двух лекциях вообще Bower это NPM пакет как и большинство инструментов для работы с фронтендом поэтому он ставится через NPM как мы уже привыкли NPM install Power и минус G то есть глобально ставится на всю вашу машину после этого вам доступны все команды Power в command line интерфейсе значит после того как у вас стоит Bower глобально на компьютере вы можете пойти в ваш проект и сделать там команду Bower need очень похоже как мы делали это с NPM значит он вам создаст файл Bower JSON куда собственно будут складывать ну это конфиг файл он по структуре похож на package JSON в него будут складываться список библиотек которые потом вы сможете установить с нуля с помощью команды Bower install значит значит зашли вы в ваш проект сделали там Bower need у вас появился пустой Bower JSON и мы хотим начать устанавливать плагины синтаксис очень похож на тот же что и в NPM то есть схема примерно такая же например вы делаете например вы делаете Bower install jQuery точно так же как в NPM вы можете написать save и тогда автоматически обновится Bower JSON и туда добавится необходимый плаг вот есть команда Bower search Bower search выдаст вам список доступных плагинов которые совпадают по слову которые вы там видели потом подробнее мы все эти команды попробуем вживую сейчас немножко поговорим в общем о теории значит для повседневного использования Bower в принципе той информации которой я вам сказала будет достаточно то есть это пакетный менеджер для браузерных плагинов и вот этих команд вам хватит для повседневного использования Bower теперь немножко детальнее попробуем кое-что рассмотреть например какие есть у Bower особенности первая особенность Bower то что он ГИД зависим на самом деле это можно даже не упоминать потому что почти наверняка у вас стоит на машине ГИД и он вам доступен но на всякий случай стоит сказать что Бауэру необходим ГИД потому что когда он качает пакеты он использует для этого ГИД и ГИД-репозитории так далее Бауэр был разработан он не делает много то есть все что он делает это качает пакеты решает за вас какие-то зависимости и удобно помогает вам апгрейдить и наоборот понижать версии поэтому Bower это не taskrunner он был разработан для того чтобы использоваться вместе с taskrunner поэтому Бауэром сразу удобно использовать грант например про который мы говорили в предыдущей лекции то есть вместе для того чтобы использовать Bower хорошо использовать грант но можно и без гранта то есть когда вы например сделали Bower install какой-то плагин у вас появляется папочка по умолчанию он называется Bower components и у вас там появляется папка с именем плагина например jQuery там просто лежит скачанный с gith файлы код который вам нужен и вы их точно так же как раньше в скрипте можете прописать то есть это простой метод использования Bower то есть вам для этого грант в принципе и не нужен то есть там скрипт и пишите в Bower component путь к jQuery а jQuery там где все будут указываться или нет ну просто при обновлении мы дойдем до проблемы версионности по умолчанию если вы не указываете при Bower install версию то вам ставится актуальная версия на данный момент можно здесь версию указать и тогда поставится ту которую вы хотите еще такой вопрос можно сразу сказать чтобы он инсталил не Power а куда-нибудь там static можно имя папки менять есть файлик Powerrc и там в принципе можно имя папки поменять вот но логичнее всего ее поменять ну может быть имя vendor или просто слово компонент составить значит ну и получается вы работаете как с обычными скриптами только какая тут особенность если у кого-то была раньше такая хорошая привычка полезть в плагин исправить там одну строчку например которая работает не так как вам нравится или там полезть в css например select 2 и поправить прямо в том css что-то что не так то теперь с бауэром это не получится это хорошо что это не получится потому что понятно что то что вы там поправили у себя локально у другого человека этого не будет папка бауэр компонент обычно добавляется в gitignore точно так же как и папка с пакетами ну да поэтому это они устанавливаются у вас локально и локально их смысла править нету то есть если вам нужно что-то в плагине перекрыть или переделать то если это css как-то перекрывать классы если это javascript делать как-то по-хитрому и не знаю там там еще прототипов или как-то наследоваться ну в общем это хорошая строгость которая позволяет вот эти грязные приемщики чтобы вы не сделали значит так почему все-таки бауэр и грант да скриптами писать хорошо до того момента пока у вас один-два плагина например jquery и select но скорее всего даже на небольшом проекте у вас этих плагинов насобирается много и в какой-то определенный момент вам это будет сконкатенировать сминифайить может быть какие-то другие задачи вот и поэтому тут очень хорошо подключается грант как я в тот раз рассказывала и просто он работает вот этой папкой бауэр компонент как с папкой бендеров и вы можете в гранте как-то настроить чтобы он сконкатенировал необходимые вам файлы вот на самом деле кажется что про бауэра особенно много рассказывать нечего но может быть какие-то такие небольшие детали я вам постараюсь рассказать которые вам помогут к работе сразу как только начинаешь работать с бауэром возникает проблема что очень часто с гитта стаскивается не только с гилджиной файл а исходники например ну например если это какая-то библиотека которая ну понятно что большие библиотеки например лифлет мы используем это библиотека для карт у нее есть свои исходники которые потом склеиваются прогоняются через тесты и в итоге там есть тест файл какой-то сбилдженный лифлет которым мы пользуемся потом в нашем проекте очень часто получается так что через bower install нам с гитхаба приходит целый проект вместе с многими файлами которые нам не нужны это не это не не вина бауэра это вина создателей плагинов которые когда пишут в своего плагина бауэра джейсон описывают его свойства они туда умудряются забыть исключить исходники файла значит очень хорошим примером является angular это сделано правильно то есть если вы делаете bower install angular то он лезет на специальный репозиторий который у angular сделан называется angular baller в этом репозитории не лежат все исходники angular там лежит билд минифайл и поэтому вам в проект попадает нужное количество файлов опять же если вам попадает много файлов через bower install это не беда это не значит что они потом будут грузиться в браузере они просто будут лежать в вашем проекте вы конечно будете пользоваться только билдом то есть это неудобство скорее с точки зрения сколько у вас мусора будет лежать в проекте чем сколько потом будет использоваться в браузере да значит вопрос такой а можно ли к примеру у меня есть 50 плагинов на проекте лежит и я решил все их проапдейдить через bower я могу ему принудительно сказать что у меня все плагины лежат в папке plugins он сможет подхватить мои уже текущие плагины не их нужно заново установить через bower install и потом делать bower update то есть у тебя это может быть ну у бауэра специальная структура на которую он ориентируется а у тебя этой структуры нет ну и к тому же у тебя нету bower json файла по которому он вообще смотришь что он устанавливает то есть у тебя просто в папке лежат ты можешь попробовать сделать bower ну не делать bower install каждый плагин а полезть сразу в bower json config файл покидать туда имена плагинов сделать bower install это будет быстрее чем каждый раз писать bower install ну то есть 50 строчек у bower json нет это не 50 плагинов нет ну вдруг значит о чем мы еще не поговорили это про идеи компонентности значит кроме того что бауэр такой хороший качает все за вас с гитом одна из идеи глобального добра которую бауэр несет в целом это идея компонентности что это значит например у вас несколько плагинов используют какую-то общую часть если вы просто их качаете с гита то у вас эти куски будут дублироваться основная глобальная идея в том чтобы эти используемые одинаковые куски выносить в отдельные компоненты прописывать их как зависимости у плагина и потом один и тот же компонент может несколько плагинов использовать я вам потом покажу это очень хорошо видно у плагина есть такой плагин масонри для отображения картинок в гридах то есть кто делал отображение картинок гридами тот сталкивался с этим плагином он самый распространенный в принципе у масонри есть их основной их основная библиотека собственно масонри но есть много под компонентов которые эта же компания разбила чтобы их разные плагины могли на них опираться и чтобы не было повторяемости кода посмотрим я надеюсь я вам покажу так значит и такая вещь про которую я хотела поговорить более глубокая если идти немножко более глубоко то есть вы можете работать с бауэром и про нее не знать но лучше про нее поговорить это то как бауэр и МПМ разруливают свои зависимости и в чем вообще разница значит изначальный вопрос такой то есть NPM у нас тоже пакетный менеджер почему нельзя с помощью NPM устанавливать себе те же самые пакеты то есть мы делаем NPM install они у нас идут в папочку не бауэр компонент а в папочку node models и мы их оттуда вот точно так же берем то есть в NPM кроме пакетов которые нодовские то есть для какой-то серверной работы и кроме пакетов для каких-то инструментов например как power grant в ноде есть обычные пакеты такие как jQuery такие как Backbone как Underscore то есть пакеты фронтендовские и если так задуматься да почему не использовать NPM основное основное тут значит идет основное различие ну в принципе я края-то сама недавно осознала этот факт но мне кажется он очень интересный потому что если вы помните когда мы ставим пакет в NPM у NPM так называемая nested dependencies то есть зависимости внутри NPM пакетов идут в древовидном порядке например одному пакету нужен jQuery он ставит себе jQuery первый пакет у вас есть второй пакет ему тоже нужен jQuery и jQuery и третий пакет на третьем пакету тоже нужен jQuery в итоге каждый ставит себе эту библиотеку той версии которая им нужна то есть например когда вы ставите через NPM какой-нибудь модуль очень часто вам затягивается несколько версий пакета по работе с Coffee Script разной версии значит это это NPM так называемое бауэр делает по-другому и бауэр специально делает по-другому потому что бауэр изначально инструмент для работы с пакетами для браузера у бауэра как это плоская система зависимости то есть нет вот этой вложенности и если два пакета используя jQuery то jQuery у вас будет только один как это может быть то значит это одновременное преимущество и проблема то есть это то о чем я говорила что бауэр простой и он решение многих проблем оставляет на вас значит я смотрела видео с разработчиком бауэра и был последний вопрос аля что если у меня есть плагин которому нужна старая версия jQuery и плагин которому нужна новая версия jQuery что будет в этом случае то есть бауэр это не решает бауэр оставляет это решение на вас то есть даже в случае если бы вы качали это вручную с GitHub вы бы принимали это решение если бы вы вручную качали эти пакеты то есть с бауэром то же самое это решение остается на вас можно небольшое уточнение почему так происходит но Jersey есть понятие namespace вы можете проимпортировать модуль ваш модуль остается в своем собственном namespace соответственно вы можете в разных namespace держать различные версии той же самой jQuery в браузере namespace плоский вас не получится изолировать достаточно хорошо и в то же время обеспечить скорость загрузки страницы и скажем так минимальное количество JavaScript кода если вы будете для каждой библиотеки таскать все версии симметричных библиотек необходимые различным плагинам то есть это не получится это и не нужно мы не можем позволить себе на фронт-энде таскать три разные версии jQuery для трех плагинов не можем себе это позволить это не будет работать именно поэтому бауэру не нужна древовидная система зависимости поэтому у бауэра система зависимости остро и именно поэтому бауэру удобнее для работы с браузерными пакетами вот но если сейчас перейти на раздел альтернатив и можно сразу упомянуть что как альтернатива бауэру есть использование вот как раз npm плюс браузерфай почти правильно написала ну как то так значит браузерфай это фактически таскранер который позволяет работать с npm пакетами как с пакетами для браузера то есть он слепляет необходимые вам пакеты из npm и выдает скрипт который вы можете подключать браузер но подробности я не смогу вам сказать потому что я не работала с этим но в принципе этот подход есть и им пользуются на еще там не знаю год назад от бауэра были конкуренты например я читала про компонент значит у компонента была примерно ну компонент тоже был разработан для того чтобы работать с плагинами и быть их менеджером но компонент сразу используют для склейки плагинов по-моему какой-то модульный какие-то модули по-моему require.js и получается а бауэр при всем при этом он независимый от модулей то есть вы потом можете как просто писать эти скрипты через text script так и просто в гранте настраивать любой модульный сборщик какой вы захотите и использовать с бауэра значит ну кстати там в начале сейчас у бауэра называется бауэр джейсона поначалу назывался конфиг компонент джейсон и у компонента назывался компонент джейсон и вы залезли в плагин и не могли понять этот конфиг он для бауэра или для компонента но потом бауэр переименовался бауэр джейсон и теперь если залезть в какой-нибудь плагин например в селе второй там можно увидеть конфиг и для бауэра и для компонента вот вот и наверное последний кусочек про который поговорим это как сделать свой бауэр плагин ну на самом деле это очень просто у вас есть какой-то код у вас есть небольшой плагин вы просто создаете бауэр джейсон в его корне прописываете там dependencies какие библиотеки для вашего плагина нужны и просто делаете вауэр регист ну и заводите гид репозиторий для вашего плагина делаете вауэр региста команду и там указываете собственно репозиторий и он добавляется в ваш плагин регистр вауэра то есть с одной стороны это очень просто с другой стороны конечно перед тем как качать плагины стоит убедиться что это именно тот плагин который вы хотите и это какая-то там официальная сборка от официальных производителей вот ну что теперь можем немножко я покажу как бауэром устанавливать на ноутбуке есть какие-то вопросы еще по этой части вот ну общая идея это пропаганда использования вауэра потому что хуже он вашу жизнь сделает сделает только лучше и не стоит качать плагины вручную пусть это делает за вас пакетный менеджер француз и после этого когда у тебя есть гид-репозиторий с твоим плагином тебе просто нужно в бауэре его зарегистрировать с помощью команды бауэрегистер ты его регистрируешь после этого бауэр когда ты набираешь бауэр сёч бауэр будет выдавать совпадение по этому слову с твоим плагином он регистрирует как то а бауэр бауэр